о проблемах ключевых марков, по крайней мере, на современной автономии. И вот мы остановимся сегодня на таком относительно новом направлении. Новое, потому что оно буквально последние несколько лет, такой взрывной характер, здесь результаты приобрели. Связано это с тем, что речь идёт о совершенно новом канале, не электромагнитным, не нейтринным, а канале гравитационных волн, который даёт нам совсем особую, как мы сейчас увидим, информацию, которую по другим каналам получить об источниках не удаётся. Правда, источники эти очень своеобразные, специфические, но это, тем не менее, даёт нам представление о том, тут много фундаментальных и астрофизических результатов. Ну, давайте начнём с истории. Как вы знаете, сто лет назад, примерно чуть больше уже Альберта Мейнштейна, была сформулирована общая теория относительности, и одним из следствий этой общей теории относительности, дальше мы немножко посмотрим, было предсказание существования гравитационных волн, то есть малых возмущений, кривизны пространства времени, которые распространяются со скоростью света. И когда некоторые спрашивают, а вот что, гравитационные волны – это что, как вот тела обмениваются гравитонами, из-за этого притяжение есть, это, конечно, не так. Никакого обмена такими частицами не существует, но эти гравитационные волны, они не являются переносчиком гравитационного взаимодействия, а они именно являются результатом возмущений, которые на фоне гладкого какого-то пространства времени распространяются, как волны на воде, когда плюёшь в лужу. Так вот, долгое время, примерно лет, наверное, 30, если не больше, была большая дискуссия в 20-е годы, Эйнштейн и Эдлингтон, в общем-то, основные свойства вот этих возмущений, они уже были все поняты и аккуратно выписаны с математической точки зрения. Повторяю, что дальше я немножко формулу покажу. Но была дискуссия у сообщества до конца 50-х годов, не являются ли эти гравитационные волны просто артефактом неким таким математическим, которые связаны с большим количеством степеней свободы в описании вот этих гравитационных волн и выбор системы координат, в которых эти волны несут физическую информацию, так сказать, он ставился под сомнение, как именно не является ли это вот таким вот трюком, данью математическому изяществу. И только в конце 50-х годов точка зрения восторжествовала, что действительно это волны, которые так же, как волны на воде, переносят, или вот звуковые волны, которыми я с вами сейчас общаюсь, переносят энергию и импульс. После этого стал вопрос об их детектировании. И вот в 62-м году Михаил Евгеньевич Герценштейн и Владислав Иванович Пустовойт предложили для регистрации гравитационных волн идею использовать лазерные интерферометры, которые вот с тех пор, вот в 70-е годы началась их разработка, и вот до где-то, вот видите, масштаб времён, порядка нескольких десятилетий понадобился для того, чтобы эту установку построить. Первая установка, которая, лазерные интерферометры, которые открыли гравитационные волны, она называется LIGO, лазерно-интерферметрическая гравитационно-волновая обсерватория. И вот два интерферометра, установленные в один участок Луизиана на юге США, а другой на северо-западе в штате Вашингтон, они сделали возможным открытие вот этих гравитационных волн, за что была дана Нобелевская премия в 2017 году. Ну и с тех пор, вот несколько лет они работали, результаты мы немножко посмотрим, обсудим. Ну главные результаты какие? Можно вот кратко сразу сформулировать. К настоящему времени уже 10 надёжно зарегистрированных событий, и эти 10 событий – это слияние массивных двойных чёрных дыр с массами десятки солнечных масс, ну и с расстояния, вот вы видите, практически до гигапарсека, то есть это практически уже космологические расстояния. Все свойства, которые были предсказаны общей теорией относительности, они этими результатами наблюдения полностью подтверждаются, здесь никаких отклонений в пределах нескольких процентов не обнаружено, и это очень важный результат, почему? Потому что гравитационные волны несут нам информацию о местах, там, где они производятся, там очень сильные гравитационные поля, всё очень нелинейно, и тот факт, что никаких отклонений не обнаружено – это дополнительное подтверждение общей теории относительности. А, значит, ну, как сказать, любой уважающий себя экспериментатор, он мечтает стать как солдат, как генерал, а это значит, что он должен что-то такое открыть, что не описывается вообще ничем. И тогда он будет первооткрывателем, в честь него назовут какие-нибудь там объекты, трава, планеты, спутники, ещё чего-нибудь. И тогда вот все пытаются найти какие-то отклонения. И это очень важно. На самом деле так именно и развивается наука, потому что, как вы знаете, по отклонениям теории движения планеты от ньютоновской теории в конце XIX века это было одно из тревожащих физиков и астрономов явления, которое было изучено астрономами, а физики не могли его никак понять. И вот, в частности, аномальные движения Перигелия и Меркурия. Так вот, ну и одно важное событие 17 августа 2017 года это было слияние двойных нейтронных звёзд. Долгожданное, ожидаемое событие, потому что оно давно предсказывалось, естественно. И когда у вас сливаются две нейтронных звезды, в каждой из них по 1056 степени барионов, там возникает масса сопутствующих красивых электромагнитных явлений. И всё это можно наблюдать всем вот арсеналом астрономических методов, начиная от радиодиапазона и кончая жёстким гаммодиапазоном. И всё это наблюдается. И в этом, конечно, замечательное было, так сказать, это было замечательное событие, которое очень сильно подстегнуло интерес всех к этим наблюдениям и этим результатам. Вот. Ну, Нобелевская премия была присуждена Кипутором. Здесь он в ЦФА, значит, когда он выступал у нас в 16-м году, ещё до того, как он был Нобелевским лауреатом. Узнаёте ЦФА, да? Доска, там всё как положено. Это не фотомонтаж. Значит, Райнеру Вайсу и Барри Баришу. Барри Бариш – человек, который, будучи очень крупным, ну, он, прежде чем возглавил проект Лайга в трудное время, в начале 90-х годов, почему-то там уж гигантские проекты, они требуют большого искусства, как говорят, менеджмента научного. Так вот, этот человек, который занимался крупными проектами в ядерной физике, и когда он взял в руки проект Лайга, там дело очень здорово всё пошло. Вот. Ну, общая теория относительности вам хорошо известна. Значит, основной её посыл, так сказать, физический, заключается в том, что тяготение отождествляется с кривизной пространством времени. И, так сказать, квинтэссенцией этой теории являются вот эти уравнения, которые, с правой части которых стоит источник, а с левой части – геометрические характеристики пространства времени, которые зависят от фундаментальных характеристик, таких как, ну, есть понятие метрический тензор. Я сейчас детали не могу вам говорить, но это важно, что метрический тензор – это, грубо говоря, теорема Котфагора в пространстве и времени, но если в теореме Котфагора там эти же меню, там все единички, как учили в школе, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, то здесь стоят коэффициентики. И эти коэффициентики, вообще говоря, являются функциями той точки, в которой мы находимся. И в этом, значит, когда гравитации нет, эти коэффициенты постоянные. Да, мы работаем все в диэвклидовом пространстве. А когда эти коэффициенты начинаются от точки к точке меняться, это значит, что есть гравитационное поле. Вот это очень важная вещь. Хорошо. И вот это пространство-время, ее сложную структуру можно разложить на такую плавно меняющуюся компоненту и на маленькие возмущения, маленькие такие флуктуации, которые на плане этого плавно меняющегося компонента находятся. Так вот мы разлагаем наше пространство-время, вот этот энергий, разлагается на background, на плавно меняющуюся часть, плюс некая маленькая добавочка. Вот эта маленькое, дверазмерная добавочка, поскольку это просто число, оно дверазмерное. Значит, это маленькое число, которое показывает нам вот отклонения от, так сказать, плавно меняющейся. Вот эти отклонения, вот эти маленькие добавочки, в свободном пространстве, они не могут стоять на месте, они летят со скоростью света, и это и есть гравитационная волна. На языке математики для нас важно самое последнее. Как нас учили? Давайте возьмем, напишем, линиерализуем теорию. Возьмем и представим, что мы живем в плоском пространстве времени, в котором добавка есть маленьких вот этих вот флуктуаций. И тогда мы подставляем все в те нелинейные уравнения Эйнштейна, довольно простой математикой, как говорится, приходим к вот такому красивому уравнению. Беламбертиан от вот этих величин равняется вот этому источнику. А вы помните, что это волновое уравнение с источником. Если в пустом пространстве вот здесь стоит тензор и нации импульса, материи, там, всего, чего там есть. Значит, если он равен нулю, в том пространстве это будет ноль, это просто будет волновое уравнение. Вот это и есть свободные эгерационные волны. А это уравнение, оно уже описывает нам, оно уже описывает нам, как источник порождает эгерационные волны. И это вот важный вопрос. Дальше я пару слов об этом скажу. Вот излучение. Решение этого уравнения стандартное. Через функцию грима его записываем. Значит, это просто запаздывающее решение от тензор-энерго-импульса. И вот оно, так сказать, мгновенно выписывается. Ничего тут даже не надо выдумывать. Те из вас, кто проходил методы матфизики, издавал их на пятерки, они, значит, и на четверки. Вот. Они, значит, должны это помнить, что решение этих уравнений есть в книжке Тихонова-Самарского, там, где его. Значит, спокойно это мы все записали, но вот все это можно, этот интеграл все равно сложный. Его можно упростить. Эйнштейн его упростил. Еще в своей первой работе, в 16-м году, он написал, в 20-м, по-моему, когда у вас движение тела, которое возмущает пространство времени, происходит со скоростью много меньшей скорости света, а не реативистская, тогда вот из этого крокодила можно получить очень элегантное выражение, которое, посмотрите, во-первых, оно, ну, видно, что оно зависит как единица от Эр, это волна, это происходящаяся, и оно зависит от второй производной, ну, грубо говоря, и момента инерции вот этой всей системы тел. Ну, на самом деле, этот момент инерции называют, мы привыкли, что момент инерции это квадруполин, это для какого-то единого тела, а когда у вас целого тела, а когда у вас тела, разные тела движутся, то говорят не о моменте инерции, а о квадрупольном моменте движения масс. То есть это величина, которая пропорциональна массе умножена на квадрат расстояние. Ну вот, и, ну, если движение какое-то периодическое, то у вас появляется вторая производная дает вам квадрат частоты, и в результате вы получаете, ну, массы, дают вам массу, квадрат, L квадрат, это, Mл квадрат, это размерность, это величины, и вы получаете вот эту замечательную формулу, которая показывает, что фактически вам надо взять и посчитать кинетическую меру движения тел, которые создают эти глянционные волны, это необычное движение, и разделить ее на C квадрат, ну, и вот, отнести, представить, если поставить числа, то числа получаются удручающе малыми, почему? Потому что, ну, гравитация очень слаба, постоянная жир мала, и там еще входит скорость и света, квадрат в знаменателе, это тоже маленькая величина, вернее, это большая величина, она в знаменателе, поэтому маленькая, и что мы видим, что это, если я эту кинетическую энергию отнесу к массе покоя Солнца, то у меня получается с расстояния в 100 мегапарсек, это расстояние чуть дальше скопления галактик в коме, да, 90, что ли, вот на таком расстоянии кинетическая энергия движения в массе Солнца в Се-квадрате даст мне возмущение метрики на Земле порядка 10-25, то есть вот эта маленькая добавочка, она, ну, ничтожная, и это понимал Эйнштейн прекрасно, и он писал, что эти галактиционные волны никогда никто и не обнаружит, почему? Потому что они такие маленькие, что практически слабые, слабые, очень слабые, эфиры. Вот, и вот в 1957 году была знаменитая конференция галактик, в котором теоретики спорили о том, являются ли эти самые революционные волны артефактом, или это нечто физическое. И вот я здесь целиком привожу к стату Ричарда Фейнмана, который придумал очень изящный мысленный эксперимент. Он сказал так, возьмите две стержень, у него две бусинки, которые без скольжения вот так вот движутся. Поскольку галактиционная волна сдвигает положение этих бусинок, то при прохождении галактиционной волны эти бусинки сдвинутся. А раз они сдвинутся, это означает, что можно померить по выделяемой энергии, которая там из-за трения возникает, можно померить энергию, которую несут эти волны. И он пишет, что вот, видите, я был удивлен, что целый день на этой конференции люди, так называемые эксперты, в кавычках, всех запутали, потому что они рассматривают вместо того, чтобы какую-то физику, рассматривают какие-то тензоры, еще чего-то, которые, так сказать, в их головах превращаются в нечто абстрактное. На самом деле есть простой физический аргумент. Но это было очень убедительно, и потом все это математически сделали, и вот поток энергии, который несут эти солны волны, это просто квадрат амплитуды, первая производная от этой самой амплитуды, и если все подставить, то мы получим огромное число, огромное число. оказывается, даже при амплитуде 10 минус 21, очень маленькое, поток энергии, смотрите, 300 r на сантиметр квадрат на секунду на частоте 1 кг. 300 r. Вы представляете, что это за поток такой? Вот те из вас, кто астрономию, помнит, звезда там какую-нибудь, ну, яркую, возьмите вебу там, да, ее глазом видно, она там нулевой звездной величины. Сколько она дает r на сантиметр квадратный за секунду? Кто быстро сообразит? Вега. Ну, сколько? Ну, вот так. По порядку величины. Значит, звезда нулевой величины дает миллион квантов, да, за квадратный сантиметр за секунду. Квант имеет энергию порядка там полуэлектрон вольта. Это 10 минус 12 r. 10 минус 12 умножаем на миллион, получаем 10 минус 6. Значит, Вега дает 10 минус 6 r на квадратный сантиметр за секунду. Понятно, да? Значит, это поток энергии в 100 миллионов, 300 миллионов раз ярче Веги. Ничего себе! А мы же Вегу-то даже глаз увидим. Ну, те, так сказать, большинство из нас. Значит, как-то можно эту энергию измерить. Вот, оказывается, измерить ее очень трудно из-за слабости галляционного взаимодействия. Почему? Потому что константа электромагнитного взаимодействия значит, фотон бьет там сетчатку, колбочки, палочки, там, и все такое. Это мало это вещество серое, и ты видишь эти фотоны. Несмотря на то, что энергия маленькая у фотонов, но постоянное взаимодействие света с веществом одна 137-я, да? А у гравитации она на 40 порядков меньше. Поэтому, несмотря на то, что поток огромный, измерить его оказывается трудно. Но можно. Значит, во-первых, из той же астрономии наблюдения еще в конце 70-х годов, когда были открыты двойные пульсары, состоящие из двух нейтронных звезд, они убедительно показали, что вот две нейтронных звезды вращаются вокруг общего центра масс, и точные радиоастрономические измерения, вот, Алексей не даст соврать, они очень точные, можно очень точно все делать в радиоастрономии. А, кстати, почему? Почему радиоастрономия точнее, чем оптика, оказывается? Вы понимаете? А? Ну, разрешение раз, а с точки зрения физики, это просто, просто это, мы работаем там классическими волнами, да, там мы можем мерить очень точно не только потоки энергии, но мы можем мерить непосредственно поля электромагнитные, вот, в радиоастрономии, и это очень важно. А вот в этих делах, в оптике уже, да, мы поля не мерим, мы мерим потоки энергии, а это квадрат полей, амплитуды поля. Значит, точные радиоастрономические измерения, тайминг пульсаров позволил нам промерить, как уменьшается орбитальный период. И вот точки наблюдения, а тут, понимаем, вот эта вот, линия здесь сплошная, она, по теории дает, Эйнштейнерская, и видите, она прекрасно склассуется вообще, никаких отклонений не было, из-за этого дали работу, в частности, за этот результат Халсу и Тейлор дали Нобелевскую премию в 92-м году. Вот. Ну, все-таки вернемся к регистрации, поскольку это важный вопрос. Регистрация, она основана вот на чем. Значит, если у нас вот волна падает перпендикулярно экрану, и у нас есть некие свободные массы, то эти массы начинают двигаться, их движение можно разложить на две поляризации, подобно тому, как поляризацию цвета, можно разложить на круговую, линейную, и в общем случае она получается эритическим. Здесь то же самое. Разлагаем на две поляризации, эти волны, терзорные, у них, они производят вот такое вот движение. Одна поляризация дает сжатие и растяжение по оси ХЦ, а другая в системе координат повернуте на 45 градусов. И амплитуда волны, амплитуда волны самой, если, так сказать, отвлечься от формул, она фактически является относительное сжатие и растяжение, относительное сжатие и растяжение в момент действия на такие пробные массы. И вот эта, так сказать, физическая идея то, как волна гравиационная действует на пробные массы, она и позволяет строить детекторы, которые ее регистрируют. Ну как они работают? Значит, вот у вас есть, что надо взять? Надо взять две свободных массы, А и В, которые движутся по геодезическим. Значит, ну, наверное, никто из вас по геодезическим не двигался, да, еще? Ну вот когда, так сказать, побогаче будем, полетим в космос, там мы будем двигаться по геодезическому в поле тяготения Земли. Мы будем в состоянии весомости блаженной пребывать. Так вот, надо взять два тела, которые совершенно свободны, ни с чем не связаны. Вот некоторые думают, что можно, так сказать, приходят люди и говорят, что вот у меня на Земле стоят датчики разные, сейсмические. И вот гравитационная волна проходит, она начинает Землю как-то сжимать, растягивать. Ну, там, сейсмика и так далее. Он говорит, вот я умею сейсмику хорошо вычитать, и вот я таким образом буду измерять гравитационные волны. Где главная ошибка этих товарищей, там один полковник к нам приходил, вот, главная ошибка заключается в том, что на Земле тела не свободны. Почему? Потому что Земля сцеплена силами кулоновского взаимодействия, кристаллы там разные, твёрдое тело. И находясь на Земле, мы не являемся, вообще говоря, эти тела не движутся по геодезическим. Поэтому для того, чтобы сделать эксперимент, надо как-то отизолироваться от Земли, и это было сделано в этих экспериментах. Так вот, если два тела свободных, ни с чем не связанных, находятся на некотором расстоянии, и можно перейти в систему отчёта, связанную с первым телом, тогда при прохождении гравитационной волны у вас как-то начнёт меняться чуть-чуть на эти 10-21 относительные расстояния между телами, вот это вот Δx. И вот эта Δx это просто величина Дx к x, это и есть величина агритуда этой гравитационной волны. И вот эта идея собственно и лежит в основе их измерения. То есть нам надо взять два свободных тела и посмотреть, как они смещаются при прохождении гравитационной волны на очень маленькое расстояние. и вот лазерные интерферометы чем хороши? Тем, что мы можем фотонами, светом, делать такого рода измерения. Светом делать такого измерения. Родо измерения. Каким образом это делается? Да, ну, сейчас потом перейдём. Прежде чем говорить о дальнейших результатах, я вот показываю общую табличку, картинку, которую Кептор нарисовал в своей нобелевской лекции. На самом деле гравитационных волн они с разными частотами в природе существуют. И мы сейчас будем говорить только о маленьком маленьком кусочке вот этого большого пространства параметра, в котором мы будем и источниках будем работать. Мы будем говорить о гравитационных волнах в дальнейшем, которые имеют частоту порядка сотен герц, не килогерц. И эти гравитационные волны наиболее зарегистрированы. Во-первых, их как раз их можно делать с помощью наземных лазерных энтерферометров. И они являются результатом слияния двойных массивных объектов, двойных звезд с большими массами, нейтронных звезд и черной льды. Они как раз попадают в этот частотный диапазон. Собственно, под них и делалась первоначальная идея этих энтерферометров. В каком диапазоне их настраивать, она как раз главным источником для них были именно такие двойные звезды. Вот форма этого сигнала... Да, ну что дальше? Я вам интеграл там выписывал и даже его приближение уже для нерелативистских скоростей. Все можно посчитать с большой степенью точности, можно считать аналитически. Люди считают сейчас с точностью к bc в 11 степени, по-моему. Можно посчитать, как будет проходить слияние двух тел, сближение двух тел за счет излучения гравитационных волн. То есть, мы решаем кеплеровскую задачу и пишем поправочки на гравитационное излучение. будет у нас такой набор движений будет представляться сжимающимся таким эллипсом кеплеровским с параметрами, которые меняются во времени. И вот амплитуда этого сигнала здесь буквально в смысле выписана. Сейчас мы увидим от чего она зависит. Форма ее очень простая. Сначала это просто когда мы еще вдали от слияния у нас это просто синусоида, потому что звезды вращаются и очень слабо приближаются друг к другу. Но по мере приближения их частота вырастает, вырастает амплитуда. И вот дальше здесь уже аналитика ломается, здесь надо считать численно, но вот это все делается. И вот после смеяния остаются еще даже остатки возмущений метрики, связанные с такой послезвон. Я сейчас об этом тоже немножко скажу. Вот. И форма этого сигнала определяется, вот здесь входит единственный параметр, вот это мю это отношение масс, м это полная масса. И значит, несложно видеть, что все зависит только от омега, это частота. Значит, это зависит вот от такой конструкции, от величины с размерностью массы, которая называется чирп масса. Ну, почему чирп, потому что по-русски так никто сколько не пытались придумать название, может, вы придумаете. Значит, когда там птица начинает кричать, она там забывание такой, сирена, что ли, черт узнает, как лучше сказать, увеличивается и частота, и амплитуда. То есть голос становится тоньше, 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 и еще и звук громче, громче, громче. Вот, и такая форма сигнала называется чирп, это чирп, это скрик птицы по-английски, да? И вот это вот скрикивающая масса как-то какие-то странные коннотации вызывают, да? Ну, не знаю, как, укорекающая масса, не знаю, в общем, так, мы решили назвать чирп, чирп, теперь это уже как-то устоялось. Вот, значит, это просто величина переведенной массы в кубе на квадрат полной массы в степени 1,5, и сигнал это не вот таким простым способом зависит. Вот, и она определяется очень легко просто вот по форме вот этой вот из вот этой вот синусоиды, которую я там на предыдущей картинке показывал. Вот, так вот лазерный интерферометр, значит, вот это в Луизиане, там болото всякие, вот вокруг. Длина плеч это интерферометр, она выбирается большой, ну, порядка 3-4 километров, почему? Потому что казалось, чем больше, тем лучше, но чисто технологически построить машину с длиной плеча там 100 километров во-первых, трудно, во-вторых, надо уже лезть под землю, потому что уже чувствуется кривизна земли и так далее. ну, это вообще вряд ли нужно. Почему? Потому что свет, здесь сделана одна уловка, очень важная, с помощью которой эффективная длина плеча становится гораздо больше. Сейчас я про нее расскажу, но пока о принципе работы. Что происходит, когда у вас вот волна падает на этот интерферометр. Одно плечо сжимается, другое растягивается. Значит, одно плечо растягивается одна вторая Lx, а второй сжимается на ту же самую амплитуду относительно Ly, это его длина. Значит, ну и тут сразу, если вы вспомните оптику, как устроен интерферометр Майкельсона, вы пускаете свет с частотой омега, у вас бим-сплиттер, и он идет в два вот этих плеча. Значит, у вас возникает, из-за того, что возникли вот эти отклонения, у вас возникает разность фаз на детекторе в интерферирующих волнах. И очевидно, что эта разность фаз подставить сюда эти формулы, это просто два, ну это Lx и Ly, они из большой точности не равны, два омега нулевое, омега нулевое, это частота опорного сигнала, L на увеличенном культуре. И тогда у вас известность оптики, что функция видности интерференционной картины, она пропорциональна разности фаз, и она как раз оказывается пропорциональной вот этой увеличении. То есть, идея такая, что надо сначала настроить свой интерферометр, чтобы в нем было черное пятно, чтобы интерференция была деструктивной, да? Или белая, какое вам нравится, она не делает черный, по-моему. Значит, ничего нет, света нет, фотонов на детекторе нет. Вот, когда проходит волна, на детекторе появляются фотончики, из-за того, что вот эта вот разница фаз, да? У вас начинается, возникает интерференционная картина. и вы это измеряете, и это измеряется очень точно. Почему это можно сделать точно? Потому что вы пускаете лазер с большой мощностью, да еще, ну, вроде бы она маленькая, она пускается лазер там, вот, на первых экспериментах мощность была 20 Ватт, сейчас она там 35 будет у них, вот, Но тут ставится, значит, делается дополнительно внутри интерферометра Майкельсона делается еще две полости Фабри Перо с большой добротностью, то есть коэффициенты окражения здесь три девятки, зеркал, которые здесь висят, которые служат как бы крупными этими массами свободными, три девятки, что это означает, что свет у вас, прежде чем вот он туда попал, он еще тысячу раз туда-сюда бегает, прежде чем выйти из интерферометра Фабри Перо, и поэтому мощность, которая здесь из 25 ватт превращается в 100 киловатт. 100 киловатт это 100 утюгов примерно, и это все в фотонах, ну, утюг это киловатт примерно, да, рубашку, гладишки, вот, значит, и вот эти фотоны бьют по зеркалу, но они же, представляете, они его нагревают, да, они какую-то реакцию дают, у них этих фотонов существует внутренний шум, который связан просто с луктуациями пасоновскими, те из вас, кто фотометрией занимался, знают, что корень изен важен, помните, когда точность вы хотите повысить наблюдение, вам надо, чем слабый объект, там уже совсем все сложно, вот, а здесь фотонов очень много, и это, между прочим, позволяет, вообще говоря, теоретически, вот если бы там отбросил все там, греется, там еще какие-то там дела, извините, ой, Сереж, у меня лекция, я перезвоню, ладно? Вот, поскольку корень изен оказывается в знаменателе, точность измерения с помощью лазерного интерферометра вообще она неограниченно может возрастать, фактически, ну, я просто беру и увеличиваю мощность, ну, конечно, как всегда, возникает проблема в том, что вот они греться начинают, и все, и так далее, то есть в принципе вообще это очень остроумная машина. И очень сложно, а здесь для того, чтобы как бы всю мощность использовать, ставятся еще дополнительные зеркала, которые опять этот свет спускает интерферометр и на входе, и на выходе, перед тем, как попасть на фотоэпитектор. Ну, в результате чувствительность этой машины, вот частота здесь, а здесь ну, в единицах шума, единицы на конец герц нормированные, это неважно, нам надо просто умножать на полосу, на вашу, когда вы хотите артитуду саму посчитать. Вот она, видите, она оказывается чудовищно высокой. Вот эти палки, которые здесь стоят, самые большие палки, вот эта вот палка, это одна из самых больших палок, это просто гармоника розетки, 60 герц в Аберике, и это ее гармоники, кратные, потому что у вас все питается, это электричество, хотя там разные все вот эти стабилизаторы стоят, напряжение, но все равно эта частота пролазит, она главная. Но самое главное, что все вот эти палки отождествлены, известно, от чего они берутся, и поэтому их можно вычистить. И работают вот с таким вот шумом, это все удивительным образом работает. Ну, это труд огромного количества людей, конечно. Вот, ну и с чем он связан, этот шум? Вот я уже об этом говорил. Значит, вот реально, это красная кривая, а вот этот синенький, это вот этот квантовый шум, который вы никогда не поборете практически. Почему? Потому что это в ситуации, так сказать, дробовой шум, который присущ, связанный с тем, что фотоны – это бозоны, а бозоны, как вы знаете, они хотят группироваться в... Чем больше фотонов в одном месте находится, в ячейке фазового пространства, тем больше как бы хочется им находиться. Поэтому у вас всегда возникают флуктуации. Вот здесь граница фактически, стена такая спеет. Это сейсмический шум от 20 Гц и ниже, ну, может быть, еще немножко можно пройти. Просто связано с тем, что как вы не изолируете ваши подвески от земли, вы все равно не устраняете полностью сейсмические флуктуации, а они здесь, значит, все рампортят. Вот это тепловой шум. Ну, тепловой шум, мы до него еще как бы еще и не добрались. Но, в принципе, он связан с тем, что все там греется, у вас, по теореме Найквиста, у вас возникают шумы, просто связаны с тем, что у вас ненулевая температура ваших всех элементов, вашего прибора. Вот. Ну и так далее. Другие степени свободы. И таким образом вы видите вот эти другие степени свободы. Они, конечно, очень... Вот сейчас, то, что они сейчас делают, и в апреле запустят машину, они вот тут вот сильно улучшают. Вот они их научились продавить. И расширят такой диапазон. Я покажу дальше картину. Вот. Ну и если мы эту, так сказать, посчитаем все возможные астрофизические источники и донесем нашу кривую чувствительность, вот мы окажемся вот в этом уголочке от 10 до 1000 Гц, я уже сказал, и сюда вот как раз попадает влияние двойных нейтренных звезд и черных дыр. Вот. В другой области, более низкочастотные, тут уже надо уходить в космос, потому что мы можем от сейсмики... Ну это интересная задача, если у нас будет время, то я пару слов об этом детекторе скажу. Это запуск этих детекторов космос намечен на 34-й год. Ну вы доживете. Доживем, да. А если идти еще в низкочастотный более диапазон, то оказывается, что даже ничего и строить не надо. Почему? Потому что, опять же, вот Леша улыбается и правильно делает, потому что у радиоастрономов есть хорошие телескопы. Значит, все, что вам надо, это очень аккуратно мерить тайминг пульсаров. Значит, придумал это один из наших коллег Михаил Васильевич Сажин в этом институте в 1978 году. Независимо от него аспирант Чендерсикаро Дитвейли. Значит, как это делается. И эта методика позволяет регистрировать галлюционные волны вот на частотах наногерц. Наногерц. И вот современные уже массивы радиотелескопов дают некие ограничения, даже интересные, с точки зрения астрофизики. А вот проект Паскорректор квадратный километр, который сейчас начинает строиться и делается уже в Южной Австрии, в Австралии, он вообще позволит очень здорово здесь продвинуться. Вот. Но мы теперь дальше в оставшуюся часть будем в основном говорить там, где уже есть реальный результат. такие важные для нас. Так. И вот действительно с августа целый месяц почти работал уже три в конце вот этой второго года вовлетения работали три машины. Две машины в Америке, это Луизиан и Хэмпорт. и под Пизой трехметровый детектор Виргл называется. Тут вот поля, овечки там всякие. Там у них были большие проблемы с земелью. Ну, Италия населена гораздо плотнее, чем Соединенные Штаты. Там найти место, где никого нет, очень трудно. Вот. И как эта штука вот работала? Вот смотрите. Здесь вот в неделе сначала старт и последний этого О2 этого рана, это 17-й год. Значит, вот это же они в конце 16-го года запустились. Это вот у них были каникулы новогодние, машины были выключены. Ну, святое. Новогодние, там индейка и все дела, рождество. просто инженеры, так сказать, ученые могли бы работать, а инженеры же, они там, как говорится, не так просто их заставить работать во время каникул. И вот тут тоже у них каникулы. Вот. Значит, в остальном, вот они работают, синхронно работали. И здесь расстояние мегапарсеков до, ну, оно пересчитано на расстояние мегапарсеков по чувствительности для двух нейтронных звезд. Вот видите, это порядка 80, ну, от 60 до 80 мегапарсек. Вот здесь их тряхануло. В Монтане было землетрясение. Так что, а Монтана, это штат, знаете, на Север, у них вот это в Ханфорде чувствительность резко упала. Ну, не резко, но чуть-чуть упала. И вот тут в этот момент в последний месяц включился детектор Вирга. Он, конечно, похуже, чем Лайга был. Но, тем не менее, вот он свою депту, очень важный вклад, внес в обнаружение вот этой двойной нейтронной звезды. Вот. Ну, вот как выглядят эти 10 событий, которые они зарегистрировали. Значит, что здесь на этих картинках? Вот это вот как скриптится. Здесь время, а здесь частота. Видно, что частота сигнала вырастает, а яркость, чем дневнее, тем ярче, тем, так сказать, мощнее амплитуда. Значит, вот есть некий максимум амплитуды, какой-то хвостик, и в терминах вот этого чип-сигнала, вот они все здесь нарисуют, дальше, что вы делаете? Дальше вы берете и подгоняете из этих вот сигналов, подгоняете параметры. Ну, как обычно, что же это за объекты, которые дали, коррелируете ваш выходной сигнал вот с этими вейв-формами, как говорят, с формами сигнала, и смотрите, когда вы работаете на уровне гораздо меньше, глубоко под шумом все равно. Это означает, чтобы вытащить оттуда сигнал, вам нужно применять такие хитроумные методы, которые называются методы патимальной фильтрации. Если в оптике, на телескопе мы этим методом не пользуемся. У нас есть какая-то из-за матрицы, электрончики, и вот попадает фотон, из-за фотоэффекта они накапливаются, потом их считывают, вся вот эта вот методика. Но мы под шумом никогда не работаем. У нас изначально отношение сигналов к шуму больше единицы живьем. А тут, если реально посмотреть глазом на запись, которую они выдают на этом фотодетекторе, это сплошной шум, Но вы этот шум должны коррелировать с возможными сигналами, и там, где у вас корреляция есть, вы говорите, что вы что-то такое обнаружили. Это метод называется метод оптимальной фильтрации, когда вы подавляете фурье гармоники, фурье компоненты вашего шума, ненужные, а оставляете только фурье компоненты вашего сигнала. И тогда вам удается попасть глубоко под уровень шума. Ну вот, когда это дело сливается, две, допустим, черные дыры, в общем с ним вращающиеся, значит, они вот сливаются, что-то здесь происходит, и образуется черная дыра, и вот делят, как это, все делят на три фазы, фаза слияния по спирали, фаза непосредственного слияния, образование общего горизонта, и фаза после звона. После звона это вот, значит, вы пошли на колокольню, ударили по колоколу, да, и после того, как вы по колоколу ударили, у вас, значит, приятно, этот малиновый, как говорят, не от слова малина, а, вернее, от слова малина, малина это город Бегий, как известно, вот этот малиновый звон, или там колоколов таких много делают, у вас он отзвенит, это возмущение, дрожание этого горизонта в виде гриберационных областей идет. Вот, ну вот давайте сделаем сделаем перерыв. Вы как? Делаем? Мне все равно, я просто боюсь, как бы, там, мало ли комусь, куда что надо. Ну, в общем, мы не делаем перерыв, да? Ну, кому надо, выйдут, правильно. Хорошо. Так вот, значит, вот эта фаза приближения по спирали, она много чего уже дает. Почему? Потому что, измеряя частоту и ее первую производную, такая простая комбинация дает вам сразу вот эту массу, вот эту комбинацию масс. То есть, это самая точно определяемая характеристика вот в этой науке. Чуть массы. Вот. Ну, там можно еще и отношение масс немножко пущить. Вот эта формула меняет сигнала и видно, что она зависит от чистоты и массы. Если вы продифференцируете потери энергии, получите, как меняется частота, приравниваете эту форму, вы получаете. И важнейшая вещь заключается в том, что вот здесь стоит расстояние безточника, взаменатель. Да, это волна, как и не ценает, амплитуда падает. В обычной астрономии мы попадаем в ловушку. Вот Артем улыбается, он знает, какую ловушку я говорю. Потому что вы не можете сказать, это звезда близкая, но тусклая, или яркая, но далекая. Правильно? И это главная проблема в астрономии, определение расстояния. Потому что поток у вас как единица на р-квадрат, а в звездную величину там входит как отношение поток. Или там, как бы вы ни мерили, вы всегда не знаете, не можете разделить без дополнительной информации. Там уже целая лестница расстояния в астрономии, нас читают в спецкурсе, на этот счет вы знаете лучше меня. Вот. Здесь ситуация получается очень красивая. Почему? Потому что, посмотрите, мы определили из людей дужей все это константы, мы их знаем. Можем в справочнике посмотреть или википедии. значит, M мы определили, H мы определили, F мы знаем. Это дает мгновенно нам возможность определить R. Еще раз. Просто по амплитуде сигнала и изменения частоты я мгновенно определяю расстояние, не прибегая ни к каким астрономическим лестницам, ни к каким шкалам. Это не связано вообще ни с чем. Они сами сидят в сигнале. Это уникальная особенность. Вот. Ну вот это один из, вот этот самый первый сигнал, который был обнаружен. Вот это идет фаза слияния, дальше идет фаза, и вот после звонка это две черные дыры. и вот сливались. Вот эти голубенькие это вот у них так сказать ошибочки, внутри которых они работают, которые собственно определяют вам ошибки в параметрах ваших, когда вы начинаете подгонять. Обратите внимание на величины. Видите, вот эти 10 минус 21, даже майка такая есть, 10 минус 21. Это вот, знаете, комьюнити носит, 10 минус 21. Откуда это? Это вот та самая характерная амплитуда, которая вот ожидалась, которая была зарегистрирована в первом интерфероне. Вот. Ну и наконец последняя вот эта фаза звона. Фаза звона она она дает вам оказывается измеряя вот эти вот эти хвостики этих сигналов вы можете независимо ни от чего определить полную массу и спин образующиеся черные дыры. То есть и оказывается он большой. Ну это понятно почему он большой, это порядка 0,7. параметр кера потому что он связан с орбитальным движением момент импульса сохраняется и он как раз попадает уходит вот в эту самую воображивающуюся черную дыру. Ну это все что так сказать уже на взгляд это трудно смотреть. Это вот все известные источники их 11 штук здесь 10 черных дыр и вот одна нейтронная звезда. Значит вот этот чип масса которая точно очень определяется посмотрите здесь ошибочки самые маленькие из всех из всех лечений определяются с большой ошибкой вот эти спины сливающихся объектов то есть можно еще померить не просто массу отдельный компонент или как-то оценить но еще как они вращаются при слиянии это не тривиальная штука но это делается но некоторые комбинации ну я не хочу подробно об этом испанавливаться сейчас измеряется количество энергии которая выделилась при слиянии обратите внимание это до 3 мт квадрат в единицах массы солнца то есть все это идет в гравитационной волны вот если при вскручке сверхновой у нас энергия порядка 1051 выделяется как нейтрино мы идем все равно по электрослабому каналу и мы научились регистрировать нейтрино умеем регистрировать нейтрино от сверхновых и там 1051 уже кажется гигантским числом то здесь 3 на 1054 да мт квадрат это 1054 для солнца примерно так вот 3 массы 3 массы покоя солнца превращаются в гравитационную волну представляете какая гигантская энергия здесь сидит и вот эти возмущения пространства времени которые при этом возникают они вот идут в виде гравитационных волн доходят до нас и мы их регистрируем вот собственно в этом физика ну и расстояние которое определилось ну и метрическое расстояние оно вот видите с большой ошибкой конечно ну вот там есть 300 400 500 мегапарсек 2 мегапарсека ну и довольно точно определилось расстояние до двух нейтронных звезд 17,8,17 это 40 мегапарсек причем я повторяю что информация о расстоянии получается сразу же по сигналу там не надо ничего там просто сразу узнаете о центрах стоит это все все параметры получен только из графона нет просто оно называется фото метрическое расстояние космологии бывает несколько видов расстояния есть фото метрическое расстояние есть расстояние которое вы меряете по угловому значит размеру оно называется угловое расстояние есть расстояние метрическое и они все три различаются там на факторе 1 плюс z где z красное смещение так вот здесь в данном случае меряется фото метрическое красное смещение так вот массы ну вот массы там есть масса одна первые компоненты масса второй компоненты вот и вот посмотрите конечно это все вот ошибки чтобы понимали что тут есть ошибки измерений эти ошибки довольно приличные но все равно вот видите 30 40 50 20 такие бананы получаются по параметам возрождения вот для второго для второй компонента вот почему потому что отношение масс кун его очень трудно измерить здесь там модельно зависима очень задача тем не менее вот то что они могут вот они делают и они дают вам такую вот так картинку для масс одной звезды область ошибок где она находится в центре фигур находится центральная стадия вот нейтронная звезда двойная видите вот тут совсем маленькая ну естественно 20 масонок но когда ее открыли стало ясно что это не может быть черной дырой черные дыры все более массивные скорее всего это нейтронная звезда и вот тут двойная так она и оказалась ну вот эти эффективные спины они это ну грубо говоря проекция спинов черных дыр взвешенная по массе на орбитальный момент импульса и вот они оказались вблизи вблизи нуля вот если бы швардшильдовская черная дыра была они бы точно нулями были бы но здесь пока вот кроме парочек которые немножко выбиваются вот это одна сигма ошибочка в одну сигму здесь ну в принципе если три сигма нарисовать вот эти длинные большие то тут уже конечно ноль пока проходит вот и вот такая картинка масс нейтронных звезд и черных дыр которые вот на сегодня измерены значит внизу желтенькими кружочками это нейтронные звезды которые возникают меряются из в основном из радиоастрономических наблюдений из двойных кульсаров наиболее точно они меряются потому что там релективистские эффекты позволяют вам это сделать или из рентгеновских двойных систем с большими ошибками тем не менее они все самые массивные черные нейтронные звезды которые были найдены они имеют массу чуть больше как массонцев в радио пульсарах дальше вот идет некое ничего нет и вот с пяти массонцев это все фиолетовым это черные дыры которые получены из рентгеновских двойных систем а голубенькие это вот сливающиеся раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять объектов которые померила лайка вы видите вот их массы от десяти масс и до самой массивной почти пятьдесят масс солнца видите двойная система одна из компонентов который имел черную дыру массы это вообще интересный вопрос откуда такие дыры взялись ну это вот дальше немножко обсудим вот ну ну в свое время мы так сказать этим вопросом занимались вот начиная с 70-х годов рассматривались два таких возможных канала образования этих двойных черных дыр ну во первых это просто эволюция двойных звезд самые обычные массивные двойные звезды надо взять очень массивные двойные звезды и так сказать по стандартной схеме эволюции двойных звезд посчитать с той точности с которой вы хотите можно посмотреть какой будет результат эволюции системы в ряде случаев там определенное пространство параметров которое дает как раз в конце эволюции такие двойные черные дыры которые сливаются под действием графом да вот можно по-другому пойти можно вот так сказать любители шаровой скоплений значит когда шаровой скоплений были молодыми там были еще массивные звезды массивные звезды коллапсировали давали черные дыры да черные дыры стекались в минимуме потенциальные ямы почему потому что у вас энергия между звездами примерно равна распределена а чем больше масса тем меньше скорость да и они все находятся при той же самой энергии кинетической они все находятся в минимуме потенциалах болтаются а другие звезды менее массивные они там расползаются на вот этот самый почти парсек у вас получают шаровой скоплений а черные дыры они там все в центре должны быть вот но в центре концентрации звезд больше и поэтому за счет динамических захватов через тройные столкновения у вас есть возможность взять отобрать энергию двух систем двух точек которые пролетают мимо друг друга отобрав энергию энергия соотрицательной образуется двойная система связанная понятно да вот таким образом массивные двойные звезды черные дыры можно образовывать в центре шаровой скоплений и не исключено что такой канал тоже вот работает пока мы точно не знаем вот ну вот эта картинка наша которую мы там в свое время много раз рисовали когда вы берете там две массивные звезды 50 там 36 вот они начинают эволюционировать проходят стадии сверхновых стадии общих оболочек и так далее еще вторая сверхновая ну коллапс ядра и получается в конце две черные дыры которые сливаются по 10 микрофонов ничего тут такого так сказать сейчас кажется что это совершенно естественно такое может быть и образуются черные дыры но как мы плохо знаем о массах черных дыр мы делаем какие-то предположения какие массы из черных дыр образуются в ходе эволюции звезд это самая большая неопределенность ну и плюс там всякие детали сейчас не хочу их рассказывать вот ну с черными дырами более-менее я все что хотел сказать без деталей рассказал значит перейдем теперь вот вот к этому источнику 170817 в котором было зафиксировано слияние двух нейтронных звезд есть живописная картинка вот эта дама нарисовала очень красивый рисуночек который все очень любят его показывать сливаются две нейтронных звезды что-то здесь происходит такой катастрофический процесс образуется там истечение релятивистские сопровождающиеся излучения в разных диапазонах спектра и идет вот реальность пространства времени которые мы с вами не мы но наши коллеги в Америке измеряли вот ну я уже сказал что при той чувствительности которая была максимум пространство которое мы могли обзирать для этих самых нейтронных звезд двойных мегапарсет но важная вещь заключается в том что еще в конце семидесятых первый раз с большой степенью вероятности об этом было сказано в статье Сергея Иванович Блиникова Ильич Новикой Таня Переводчикова и Саша Полнарева в восемьдесят четвертом году когда они сказали вот когда сливаются две нейтронные звезды значит там они пытались рассмотреть как проходит перетекание одной нейтронной звезды на вторую оказывается когда нейтронная звезда перетекает на вторую ее масса уменьшается а у нейтронных звезд есть минимальная масса устойчивая примерно 1, 1 какой-то массой существует когда нейтронная звезда стекает до массы 1, 1 Солнца, она взрывается, просто обратный бета-распад, потому что гравитационного потенциала уже не хватает, чтобы удержать свободные нейтроны или ядра в связанном состоянии. У вас в фазовом пространстве из-за падения плотности появляются свободные места и становится возможным распад нейтронов на электроны и сразу же катастрофический процесс. За одну десятую секунду нейтронная звезда так взрывается. И должно появиться гамма-излучение, потому что энергии частиц заряжены, там огромные появляются. Вот они это один из первых написали. Действительно, тогда не знали, что такое гамма-всплески, предложили идентифицировать такие процессы с гамма-всплесками. И вот действительно ожидалось, что в процессе слияния двух нейтронных звезд должно быть мощное гамма-излучение короткое возникнуть. И действительно так оно и произошло. Вот 17 августа 17 года сначала произошла... Вот этот сигнал здесь. На одном интерферомете, вот он тут виден. На втором интерферомете. Видите, в Ханфорте за землетрясение, я вам говорил, немножко чувствительность упала, но сигнал все равно хорошо был виден. Вот он длинный, длинный, потому что массы маленькие, они сливаются дольше. Он минуту длинулся, пока они слились. И вот Вирга. Ну, надо иметь очень большую фантазию, чтобы видеть на этой картинке сигнал. Правда? Но апостериорное знание, оно всегда как это... Сильнее априорного. То есть, если бы вы правильно обрабатывали вот эти данные, вы бы сказать, тут ничего нет. Но если вы знаете, что вот сигнал идет вот таким образом, то оказывается, и здесь его можно, так сказать, отсюда вытащить. Вот как работают люди... Кто из вас с данными работает, вот учитесь. Значит, локализация на небе. Локализация на небе всех этих зверей, она же там не очень хорошая. Она с двумя интерферометрами может такое кольцо как бы вырезать на местной сфере, и оно оказывается там сотни квадратных, тысячи квадратных градусов. Это сотни тысячи лун. Представляете? Ну, туда же вообще полнеба попадает. Это не очень хорошо. Ну, вот когда подсоединился детектор Вирга, и вот из двух вот этих полубоких таких бананов на небе удалось точно сказать, что он, если бы он ушел вот из этого банана, а не из этого банана, это резко сузило локализации. Вот. И эта рекордная локализация тривиоинтерферометрами, она была порядка двадцати квадратных градусов. Сорок лун всего. Да? Луна полградуса. Квадратных. Правда? Кто видел квадраты, кто думал? Нет, тресвые видео никогда квадраты. Две видел, но одну нет. Вот. Значит, но важно было, значит, как я вам рассказал, расстояние-то, гравитационные волны сразу сказали, значит, задача резко упростилась. Значит, вам надо смотреть вот в эту область, ну, и не просто так, но вы еще знаете, что сорок плюс-минус десять мегапарсек. То есть вы из пространства этого вырезаете уже кусок, где у вас есть что-то там такое, где что-то, где что-то можно искать. Это очень важно. Это послужило очень важным ориентиром. Ну, вот эти локализации разных источников здесь приведены. Я уже сказал, что они не очень хорошие, а у этого оно вот самое такое получилось симпатичное. И вот с этой картинкой показывает, что просто из гравитационного лунового сигнала выключили. Вот просто вот как... Во-первых, это расстояние сорок плюс восемь минус четырнадцать мегапарсек. Вот это чип масса. Вот видите, она очень точно померена. Одна и две десятых примерно массы Солнца. Отношение масс там хуже определяется. Но видно, что эти две массы очень похожи на массы нейтронных звезд. И это все было так сказать померено. Ну вот здесь написано масса одной звезды, масса второй звезды. Уже байсовский анализ данных, но не точный, не такой, как не точный, а утонченный, софистикейт. Вот. Что еще интересно? Потом, когда уже распределить там источник, удалось независимо померить постоянную Хаббла, потому что вы определили расстояние здесь независимым методом, а красное смещение уже потом мы лаптикой нашли этой галактики. И можно было померить постоянную Хабблу, она независимым образом. Это было интересно. Но она, конечно, в пределах ошибок, что было приятно, совпала с тем, что дают другие астрономические данные. Вот. Так, это мы уже показывали, это я опущу. Так вот, гамма-излучение. Гамма-излучение, оно было открыто независимо несколькими инструментами. Это, во-первых, этот инструмент ферми насовский, который летает. Он чувствительный диапазон от 300 МФ до 300 ГФ примерно. Фотоны таких энергий регистрируются этим спутником. гамма-излучения. И у него есть прибор GBM гамма-берк-монитор. Это прибор такой БЖО-кристалла, который измеряет фактически все 4П, смотрит на приход фотонов в таком диапазоне до 100 МФ примерно. сапитник. И он специальный для гамма-светки. Вот этот прибор GBM он зарегистрировал, дальше покажу, всплеск гамма-излучения очень близко к тому, что давал детектор Лайген. Ну и спутник интеграл он летает по круговой орбите вокруг Земли. Этот летает по очень по высшей террористической орбите. У него период орбиты примерно 3 дня. Но у него есть такая защита самого. Сам детектор это германиевые здесь приборы. Но вот эти кристаллы такие же, как здесь, всяк весь инструмент он облеплен этими кристаллами для того, чтобы исключить частицы. Детектор антисовпадения. Смотрите только фотоны, которые прошли через эту манку на эти кристаллы. Но они регистрируют и гаммофотоны, более мягкие гаммофотоны. Собственно, большая площадь этой трубы позволила тоже это все зарегистрировать. Ну и вот, что получилось. Получилась такая картинка. Вот это у них идет фермер-ТБМ до 300-сет примерно и вот интеграл от 100-сетов и выше фотоны. Жесткие фотоны. Вот идет шумовая дорожка. Это момент влияния по грационному волну. И вот через две секунды, примерно через две секунды, и далее такой всплеск. Но самое главное, что этот всплеск независимо от интеграли был, и здесь. То есть это очень сильно сразу же дает вам, когда разные спутники, разные детекторы, так-то может быть он и с какой-то вероятностью его можно за шум было принять, но на самом деле это реальный серьезно. Он видит везде. Вот. Энергия оказалась такая скромненькая, не очень нестандартная для гамма всплесков, они немножко раз в 50-100, меньше, чем средняя. Но тем не менее это было. И вот что важно, это то, что зелененьким дали галловые детекторы, а синеньким то, что дали детекторы гамма. видите, вот эти области перекрытия, все перекрылось вот здесь. Это, конечно, было страшно важно. Значит, все сработало как положено, и это действительно был такой большой триумф всего этого дела. Да, ну и тут сразу очень много разной физики пошло. Я не хочу вам забивать голову всякими фундаментальными результатами, но самое главное, наверное, заключается в том, что вот значит из-за того, что у вас на две секунды галлюкционные волны пришли раньше, чем электромагнитное излучение, можно сделать некоторые выводы о разнице распространения, разнице скорости распространения галлюкционных волн и электромагнитного излучения. Ну, вакууме, для этих гамма-фотонов это все фактически вакуум, никакого коэффициентного преломления нет, они летят со скоростью света и вот они пришли чуть-чуть позже и вот из одного этого факта очень красиво можно, так сказать, элементарно написать простую формулу отношение скоростей дтв к скорости распространения электромагнитных волн это скорость распространения дтв на дт и на дт на расстояние все известно и здесь из-за того, что дт маленький, а д это 40 мегапарсек вы получаете чудовищную маленькую величину это вы знаете это самый лучший предел на существующих наблюдений на отличие электромагнитного сигнала и вакуум это очень важная величина потому что ну она имеет отношение к нарушению там вольности и вариантности и так далее то есть она имеет некие фундаментальные физические следствия ну был проверен так же принципы эквивалентности в потенциале галактики в потенциальной галактике у вас распространяются галактика имея гравиационный потенциал когда сигнал идет там изникает так называемая задержка шаппирова в общем для разных сигналов электромагнитных и гравиационных у вас проверяется по теории относительности все свободно движущиеся частицы должны двигаться со скоростью света значит вот фотон безмассовая частица и гравитон безмассовая частица и из того факта что они прошли по одному и тому же галактикционному потенциалу можно сделать вывод и их задержки вот можно посчитать насколько отличаются вот эти эффекты для граф-волн или электромагнитного излучения ну и получилась тоже очень хорошая величина порядка 10 меньше встой а до этого она была раз видите раз в 10 хуже 20 это было спутник осени когда он пролетает мимо планет самые точные измерения были раньше в солнечной системе сделаны с помощью слежения за космическими аппаратами оттуда выладываются очень тонкие эффекты как известно и они были так лидерами значит вот небесной релятивистская небесная механика была лидером по точности измерения эффектов отклонения вату в солнечной системе ну а теперь вот здесь немножко лучше появилась результат ну это уже вообще экзотика число дополнительных измерений да вот тоже любопытно если бы у вас если бы у нас было если бы наше пространство устроено похитрее может быть такое что если у нас дополнительные измерения пространства а мы их не видим потому что они допустим компактифицированы и имеют характерные там планковские размеры а гравитация все чувствует так вот у нас в обычном три три пространства это временное у нас единица на д гамма единички должна равняться значит три пространства три минус два в смысле д это четверка четыре минус два это два делить на два это единичка значит д это единица на д волна распространяется амплитуда падает как единица на д а если пространство число измерений больше а всякие умные теории кто слышал говорят что их одиннадцать вот и там будут отличия ну или там можно что-то фантазировать на этот счет ну вот ответ такой что вот посмотрите просто из наблюдений без всякой без всякой хайбро сферы что называется да мы получаем вот эта четверка ну плюс-минус тоже пробег тоже интересно оказывается просто сколько надо пока что тоже приятно ну разное ограничение на физику данных всплесков я опущу многоволновые наблюдения значит сразу же начались вот в этой области и уже люди сразу же нашли мгновенно выбрали галактики которые находятся в нужном диапазоне расстояния на небе правда ведь это можно сделать каталог галактик хорошо известны вот через 10 часов через 11 часов после галактики почему через 11 потому что он когда он был над Африкой там еще так сказать небо везде светло было день был когда в сказке 1001 ночь когда настала следующая ночь Шахерезада продолжил свой рассказ значит когда настала следующая ночь она стала в первую очередь в Чили в Южной Америке все телескопы сразу стали смотреть вот и они увидели некий новый объект в галактике НГЦ там я уже забыл его вот в этой вот его не было тот же самый галактик через 20 дней ну как какая-то сверхновая но тот факт что на нужном расстоянии галактика и в нужной области локализации сразу навел на мысль что вот этот новый объект не сверхновая а что-то связанное с слиянием этих двойных нейтронных звезд ну вот это хронология наблюдений сначала сниграционные волны здесь ноль это момент слияния вот этот момент слияния через 2 секунды гамма-экспреск сам этот прошел вот первые потом они уже смотрели пытались что-то там наблюдать и дальше но уже ничего не видели вот гамма-излучение впоследствии уже тоже смотрели дальше за этой областью вот рентгеновские аппараты подключились примерно через ну вот сколько через несколько часов рентгеновские аппараты но ничего пока не увидели ультрафиолетовые и оптически через 10 часов тут огромное количество значит наблюдений в том числе вот наши перескопы мастер в Аргентине увидели этот объект дальше инфракрасные наблюдения пошли радиовыблюдения в общем вся астрономия а вот жирными точками это детективно смотрите рентгене гамма-излучение через 2 секунды в рентгене через 10 дней примерно обнаружили ну а в этом за этим физика стоит почему он не сразу появился в ультрафиолете вот появилось через примерно десятых часов например так же как в оптике и века вот а в радио вообще через почти там через полмесяца только он стал виден быть но это связано с физикой распространением вот этих расширяющейся оболочки от сливающейся нейтронной звезды с релетивистской скоростью в межзвездной среде ну вот эти телескопы которые все это смотрели различные различного калибра различных конструкций вот их картинки как они все это увидели да вот тут видно Чандра через 9 дней увидел источник а радио через 16 дней но радио чем хорошо они видели они его до сих пор почти наверное видят уже слабенький очень я там покажу янский в Америке с хорошей чувствительностью они значит его больше чем 100 дней видели почти год вот эта галактика это такая спиральная галактика видна почти плашмя 40 мегапарсек 49-93 она находится в скоплении одна из таких не одна из скоплений а крупный галактик слабо выраженной спирали но так сказать там идет звездообразование там рождаются звезды в том числе могут быть двойные нейтронные звезды как в нашей галактике вот они время от времени сливаются то есть вся астрономия здесь ясна вот ну вот это сливается расчеты очень сейчас точные делаются численные расчеты этих процессов как сливаются две нейтронные звезды но самое главное что здесь ответ такой что здесь когда они сливаются у вас возникает различные так сказать течения вещества с различной скоростью они все ультравилитивистские которые дают вот эти наблюдаемые эффекты и самый главный из этих эффектов он называется эффект экилоновый он был впервые так сказать ну не впервые а очень подробно обсуждался еще в начале 90-х годов в начале 90-х годов Ли Починьским а идея там вот какая выбрасывается вещество нейтронной звезды вот при слиянии да а если вы помните физику нейтронных звезд или слышали по крайней мере об этом значит там эти нейтронные звезды они же не из чистых нейтронов состоят они состоят из ядер перебогащенных нейтронами а когда перебогащенное нейтронами ядро эти ядра не распадаются спокойно просто потому что все как я вам уже сказал у вас находится в большом глубоком потенциале гравитационном и нейтроны не могут распадаться теперь когда они стали свободны и стали разлетаться эти ядра мгновенно перебогащенные нейтронами значит у вас появился огромный поток там на фоне во время слияния еще огромный поток нейтрина идет от этого объекта и очень много свободных нейтронов появляются которые вылетают из этих ядер и распадаются впоследствии вот на этом фоне начинается нуклеосинтез так называемый R-процесс который нельзя сделать который очень трудно сделать в обычных условиях звезд то что это можно было это очень важная вещь почему потому что например такие как сказать жизненно приятные элементы необходим как золото платина уран они все являются продуктами R-процессов то есть они рождаются в экстремальных условиях больших потоков нейтронов и нейтринов вот и вот эта картинка старая она была давно сделана должна была такой выброс хитрый он состоит из ядер типа ксенона и ядер типа урана они немножко по-разному геометрически выбрасываются со скоростью это все было рассчитано до этого открытки довольно-давно вот и эти начинают распадаться тяжелые ядра они радиоактивные у них древнего распада порядка недели а вот эти более легкие ядра они начинают распадаться еще в первые дни самые и поэтому у вас предсказывают что у вас сначала появляется такое голубое свечение от распада вот этих легких ядер потом инфракрасное излучение от этих красных ядер и самое потрясающее что именно это так сказать в методах как раз и наблюдается вот разные фильтры и видно как быстро спадает голубой фильтр а красные фильтры выживают то есть она краснеет постепенно вот эта конструкция и это есть распад вот этих тяжелых ядер от продуктов слияния двойных нейтронных звезд а если нам повезло или не повезло и мы смотрим прямо вот отсюда мы должны увидеть гаунц-плец там естественно тренативистский узкий выброс он перпендернарно орбитальной плоскости идет но такое впечатление что мы все сходят когда мы смотрели где-то под углом 30 градусов поэтому не совсем он такой оказался ярким тем не менее ну и результат да ну вот это оптический очень много икон наблюдения спектры икоспектры в общем которые прекрасно вот это прекрасный спектр тысячи нанометров фип который просто объясняется распадом элементов типа лантоноиды в таблице Менделеева вот и вот эта вот табличка из Википедии как что дают нейтронные звезды для нашей жизни вот нейтронные звезды дают нам фиолетовенькие значит ну чего это вот это так называемые процессы где-то они еще конкурируют с чем-то но вот посмотрите чем тяжелее элементы тем больше роль нейтронных звезд в формировании этих тяжелых элементов осмей лидин платина золото висмут полоний который он травит значит что еще там у нас оптиноиды разные уран нитун нитун плутоний и все остальное вот это все продукты как сейчас представляются являются продуктом взрывов таких двойных нейтронных звезд у меня осталось две минуты я сейчас быстренько закончу так вот ну в частности вот анализ наблюдений вот этих петокиломов показал что выброшено было примерно от 100 до 200 масс земли чистого золота вот те из вас у кого есть так сказать хороший стартап можете сделать компашку организовать которое золото может оттуда загребать и от 30 до 60 масс чистого земли чистого урана это вот конечно потрясающе число они показывают насколько это важен значит в каждом из нас у кого есть золотое кольцо или зуб значит сидит кусочек самой взорвавшейся нейтронной звезды ну радионаблюдения вот я хочу сказать самое интересное значит вот они объект появился не сразу потому что ударная волна там чтобы свечение было надо было чтобы это образовалась ударная волна и там на фронте волны ускоряются электроны и в магнитном поле светится просто синхротронное излучение так вот самое интересное что они потом увидели как этот источник движется по небу они увидели сверхсветное движение источника вот здесь он был начальный а потом вот он начал двигаться и это просто мы видим как этот джет движется очень красивая физика и они даже отсюда из этого движения видимое движение этого джета можно восстановить воленц-фактор значит он примерно четверка такой сепротивистический очень вот и вот как это поток от этого джета вот он видите он рос 300, вот сейчас уже где-то стоят, он рос сначала, потом он стал потихонечку уменьшаться. Это то, что предсказывает теория от таких ультернативистских решений. Так что и радиообласть тоже здесь дала свой результат. Ну, я, наверное, сейчас хочу сказать, что заключительные слова, заключительные слова, они такие, что там, у меня там еще куча всяких слайдов о перспективах, но это, так сказать, уже сами можете посмотреть. Важно, что вот то огромное количество людей, которое вложило силы в эту науку, значит, их усилия окупаются сторицей, или сторицей, как правильно говорится. И вот мы ожидаем слияние нейтронных звезд и черных дыр. Это очень интересные объекты, они должны существовать, но вот пока еще достоверно их, так сказать, не открыли. Значит, я надеюсь, что вот 1 апреля, в начале апреля заработают, вот, так сказать, очередной апгрейд вот этого будет сделан детекторов Лайга, и они будут видеть гораздо лучше. Они гораздо лучше будут видеть и нейтронные звезды, и черные дыр. Вот они предполагают, что для двойных нейтронных звезд они до 120 мегапарсек, и для дыр до 60 мегапарсек, и поэтому, а для черных дыр, там расстояние практически до конца, ну, для очень массивных, мы видим состояние гегапарсеки. Ну, и ожидается примерно до 100 слияния двойных черных дыр в год, это каждую неделю будут такие вот события происходить, и порядка единички, может быть, порядка единички, одну-две нейтронные звезды двойных они тоже смогут открыть. Ну, это все в ближайшем будущем, все это мы узнаем буквально через какой-то год. Время их проходит быстро. Я в конце вам покажу, я все пропускаю, пропускаю. Литературу. Значит, вот сейчас у нас вышла книжка, которая есть в библиотеке, она называется «Многоканальная астрономия», где есть очень много интересного материала по этому поводу, все там вы можете почитать и формулы увидеть. Ну, и несколько вот хороших статей, это вот в УФМе Антонио Михайловича, который является директором Лайга, который специально написал в УФМ статью, где очень подробно об этих вещах, которые я вам говорил, и технические моменты там освещаются, вы можете прочитать. Ну, все, дорогие коллеги, спасибо, мы на этом заканчиваем. Если есть вопросы, можно спросить. Спасибо.